Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Молитвами Святагослави Милостиве. Слава Отцу и Святому Духу, Аминь. 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 В этом случае поняли, что промысел Божий был о нем таковым. Смирились, более того, одарили его многими дарами. И Слава, пребывая на Афоне, много потрудился, восстанавливая и храмы, и монастыри, и новые храмы строил, и благоукрашал их, эти храмы. Ну а отец состарился уже, будучи в преклонном возрасте, тоже мечтал получить иноческий лик. И Савва уговорил отца, и Стефан также прибыл на Афон, постригли его тоже. И вот они оба, это вообще удивительное было такое событие, потому что два, в общем-то, человека такого уровня царственного пребывали в монастыре, отдав свою жизнь именно Господу Богу. И патриарх, и император византийский шли навстречу их просьбам, упросили императора и патриарха дать землю на Афоне особую. И сегодня существует там монастырь сербский Хиландарь, который, в общем-то, отец и сын построили на горе Афон. Когда отец скончался, ну, Господь Бог немножко другое послушание дал, или промысел Божий был немножко другой от Савве. И Савва вернулся в сербскую землю и спросил благословения патриарха и разрешения императора византийского на то, чтобы был придан сербской церкви статус автокефальный, то есть самостоятельной церкви. Пошли на это и патриарх, и император, хотя это было решение сложное довольно, но на землях сербских трудные времена тогда были для церкви. Много сербов были еще язычниками, много ересей там было, ну и, конечно, давление латинян. Там недалеко находился Рим, который, в общем-то, пытался вытеснить православную, восточную веру с сербских земель, вообще с Балкан. А вот то, что было придано самостоятельной сербской церкви и, в общем-то, делами, деяниями и своими благами, дарами благодатными, которые наделил Господь Бог Савву, вот он построил действительно монолитную и мощную сербскую православную церковь, оплот православия на Балканской земле. Кроме того, удивительно, что Савва добился того, что вот это княжество сербское стало королевством, именно его заслуга в этом. И римский папа тогда в Европе главенствовал и всем распоряжался римский папа, он прислал корону и, как бы, благословил Сербию стать королевством. Ну вот, так сказать, сегодня в Сербии отец Симеон, сербский отец Саввы, он является покровителем сербских земель, а сам Савва покровитель сербской православной церкви. Вот такой удивительный сегодня день и таких удивительных угодников Божьих мы сегодня с вами поминаем. Ну а сегодня еще, сегодняшняя неделя еще одно название имеет, неделя Закхеи. И, дорогие братья и сестры, мы с вами понимаем, родные мои, что скоро придет Великий Пост. Начинается подготовительная неделя к Великому Посту. И мы понимаем с вами, насколько важен вот этот Великий Пост и это время прохождения Великого Поста, потому что каждый из нас понимает, о чем здесь речь. То есть, когда каждый из нас, наверное, у каждого это было в жизни, испил благодати Божией, когда Господь ни за что нам даровал почувствовать благодать Божию, близость Его к нам, да? Ну, в какой-то момент пришли поздно с работы, недосуг и уже спать надо ложиться, помолиться. Опускаем вечернюю молитву. Ну, утром не успеваем на работу, что-то проспали. Опускаем утреннюю молитву. А потом, ну, еще один раз помолились, а потом опять упустили. И мы потихонечку-потихонечку отступаем от своей духовной жизни и действительно опять погружаемся вот в море житейских забот, мирских забот, мирских искушений. Не посетили воскресную службу. И, наверное, я еще раз обращаюсь к каждому из нас с вами, вспомните это ощущение богооставленности. Наша духовная жизнь потихонечку затухает или отдаляется все дальше и дальше. Где-то там в воспоминаниях остается вот эти ощущения благодати Божией и присутствие Господа Бога в сердцах наших. Так вот, именно видя и зная это, Господь Бог через Церковь свою установил. Вот это время Великого Поста, которое нас с вами дисциплинирует. Мы сами понимаем, что это особенное время. Мы заставляем себя не опускать какие-то молитвенные правила. Более того, усиливаем наши молитвы. Мы постоянно в Храме Божьем. И мы ощущаем, как совершенно меняемся. Духовная наша жизнь изменяется. Опять мы наполняемся Богом, благодатью Божьей, приступая к таинствам церковным, исповедуясь, причащаясь. Вот почему так важно это время Великого Поста. И, конечно же, Церковь подготавливает нас с вами, как пройти его. Как нам сделать так, чтобы не ошибиться вот в этом своем духовном делании, не впасть в прелесть или, наоборот, усилить какие-то моменты в нашей с вами жизни. О чем же говорит сегодняшнее евангельское чтение о Закхее? Оно рассказывает о том, что Господь наш Иисус Христос вместе со Своими учениками из Галилеи, а Он переселился, как мы сегодня слышали, в Евангелии, когда услышал, что убили Иоанна Притеча из Назарета в Капернаум, и уже из Галилеи шли они в Иерусалим. И только Господь наш Иисус Христос знал, что это последнее путешествие, что скоро подступит Страстная Седмица, и начнутся страдания, и то, ради чего Он и пришел в этот мир совершиться. Вот они шли в Иерусалим, проходили город Иерихон. Иерихон город, это был второе по величине город, в общем-то, и по значимости в Иудее, большой торговый центр. И люди там слышали, что в Галилее есть, ну, как Господа и, в общем-то, воспринимали, великий пророк и чудотворец. Все слышали о тех чудесах, которые Господь творил. И, конечно же, слыша это и зная, что Господь с учениками пройдет через их город, ну, жители во множестве высыпали на эту дорогу, ведущую в Иерусалим, для того, чтобы увидеть его. Ну, мы с вами знаем, что иудеи были падки на всякие религиозные, новые учения и так далее, высыпали поглазеть. Ну, а некоторые, конечно, совершенно практическую вещь хотели решить, то есть, дотронуться может Дорис или попросить его об исцелении, то есть, решить некие свои проблемы земные. Ну, вот, среди этих людей был такой удивительный человек Закхей, о котором вспоминает Церковь Христова, и не только рассказывает то, что произошло 2000 лет назад, но обращает внимание на этого человека. Почему? Вот Церковь особенно обращает внимание именно на Закхея. Сегодняшнее евангельское чтение говорит о том, что он был начальником мытареи, то есть, начальником сборщиков податей, начальником и человеком богатым. То есть, это человек, который занимал высокое положение в обществе. Ясно было, что он был работником, соработником римской оккупационной администрации. Ему доверяли, видимо, раз поставили его начальником над сборщиками податей. Одновременно, то есть, это получалось так, что люди, живущие в Иерухоне, они, естественно, для людей, заискивали перед ним. От него много зависело. И, конечно, делали подарки. Презирали мытареи одновременно за то, что они наживались на людях. То есть, брали мысду, вот этот вот налог, который необходимо было заплатить римлянам в большей размере для того, чтобы разницу присвоить себе. Римляне это знали, их это устраивало. Они получали то, что сами назначили. Ну, а люди одновременно презирали их за то, что они грешили и наживались, может быть, на горе даже других людей. И одновременно, что они служили оккупантам. Такое двоякое положение было у мытареи, почему их презирали постоянно. И мы даже сегодня слышали, как, помните, когда Господь к Захею пришел в дом, какая реакция была окружающих людей? Почему у вас учитель идет к грешникам и мытарям и с ними сидит, вечеряет, а не с какими-то достойными людьми? И мы с вами слышали сегодня, что Господь сказал, и что я пришел взыскать и спасти погибших. То есть я пришел в этот мир найти погибающих и их спасти. В этом смысл пришествия Господа в наш с вами мир. Грешников Он пришел привести к покаянию, а не праведников спасти. Праведники так спасутся. Почему же Захей захотел увидеть Господа? Мы понимаем с вами и можем даже быть уверенными, что, может быть, Захей и слышал проповедь Иоанна Крестителя. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То это уже говорит о том, что совесть у него жила, родные мои. Ведь в Капернауме было огромное количество грешников. Почему Господь пошел именно к этому грешнику, а не к другим? Другие были грешники, но они не осознавали, что они грешники. А вот Захей был грешником, будучи грешником. Понимал, что он грешник. То есть совесть его мучила все-таки. Когда он услышал о человеке, который все делает абсолютно бескорыстно, Господь наш Иисус Христос. Смотрите, Захей был богатым, занимал высокое положение в обществе. Мог бы такое положение занять Господь наш Иисус Христос? Мог бы? Мог. Он истерял стольких людей. Разве люди не хотели его поблагодарить за это? Элементарным образом. Представьте себе, член семьи заболел проказой. И где-то там находится в изоляции от всего общества, далече. И вдруг он выздоравливает, приходит в дом. Пусть это сын, пусть это отец, пусть это муж. Ну, радость, конечно, великая. И, конечно же, реакция любого человека – это отблагодарить того, что это совершил. Да, силой Божией, но через него это исцеление произошло. Мог бы быть богатым Господь наш Иисус Христос? Мог. Но он этого не хотел. Мог бы он занять высокое положение в обществе? Мог бы. Ведь, опять же, сегодня же те же первосвященники, я не знаю, фарисеи, те люди, которые руководили духовной жизнью общества израильского, они же его укоряли. Почему ты не к нам идешь, почему ты к грешникам идешь, к мытарям, презренным людям? Приди к нам, сядь с нами, мы обсудим, как наладить жизнь духовную, может быть, даже подкорректировать жизнь духовную иудеев. Мог бы Господь наш Иисус Христос занять это место? Мог бы, конечно же. Мог бы. Но он не пошел на это, он не для того пришел в мир. И когда об этом слышал тот же Закхей, он удивился, что такой человек может быть тогда в Иудее. Потому что то, что Закхей больше денег собирал с налогов, ну так все жили. То есть он ничего такого, он не выделялся от общества. Единственное, конечно, его ненавидили за то, что он оккупантом служил. Ну, все брали взятки, все брали вот эту мзду, которую присваивали себе мытарей, сборщики, податей. Ну, все так жили, так было принято. И вдруг появился человек, который так не жил. И жил совершенно по-иному. И жил в соответствии с совестью, которая подсказывала, как правильно жить в этой земле. И как неправильно жить на этой земле. И вот Закхей действительно вас хотел увидеть. Возжелал и не посмотрел на мнение окружающего мира. Как мы с вами знаем, поняли из сегодняшнего евангельска чтения, что он был человек немолодой, пожилой человек. Опять же, занимающий высокое положение. Что он не мог обратиться к римским воинам, которые его знали прекрасно, чтобы они толпу эту разогнали. И он впереди встал, чтобы увидеть Иисуса. Мог бы? Мог бы, конечно же. Но не обратился же. А прибежал вперед, зная, какой дорогой будет идти Иисус. Господь наш Иисус Христос своими учениками вперед забежал, на дерево забрался. На насмешки, несмотря ни на что, несмотря ни на какое окружающее мнение окружающего мира. И вот он, когда совершил этот подвиг, когда вот это мнение окружающего мира отверг, не смотрел на него, вот тогда, конечно, Господь Иисус Христос его и увидел сразу же. Сказал, слезай ты быстрее. Захия, мне сегодня нужно быть у тебя в доме. Вот, когда Господь у него появился, тут и как раз произошло то важное, которое и учит нас с вами. Каждого человека, каким образом прийти к Богу, если мы услышали его голос. Человек услышал призыв Божий, как он реагирует на него. И пример специально церковь показывает именно Закхея. Первое, что многих людей в миру удерживает от того, чтобы переступить порог церкви, прийти к Богу, прийти в Храм Божий, прийти ко спасению. Это мнение окружающих людей. Когда на работе скажешь, да ты что, ну совсем уже, там бабки одни ходят старые, что ты туда ходишь. Родных наших, которые так зареагируют часто у многих из вас, что ты делаешь? А вообще страшные какие-то случаи бывают, когда жена говорит, что муж ходит в церковь, и я буду с ним разводиться. И я у нее спрашиваю, он что, гуляет? Не, не гуляет. Он что, пьет? Не, не пьет. Он деньги тебе не дает? Нет, не седа. Так что тебя так волнует? Ведь посмотри в окружающий мир. То, что я тебе перечислил, это сплошь и рядом. Это проблема сплошь и рядом. У тебя же идеальный муж. А он в воскресенье, вместо того, чтобы с нами побыть, он идет в Храм Божий. Я говорю, Господи помилуй, представьте себе, попробуй объяснить женщине, что она лишается, если она пойдет на развод и так далее. Это сплошь и рядом существует, конечно же. И если мы не смотрим на мнение окружающего мира, даже ближних наших людей, мама, папа, противники того, что мы пошли в церковь. Я уже много раз говорил, от меня мама просто отказалась, когда меня сделали, рукоположили в дьяконы. Мне стыдно было в советское время, что сын стал священнослужителем. Это было стыдно тогда, а не смотря ни на что, шаг был сделан в сторону, навстречу ко Христу Спасителю. Так и здесь Церковь нас учит, чтобы для того, чтобы открылись наши эти двери ко спасению, к пути, ведущему ко спасению, первое, чего нужно отрешиться, именно мнение окружающего нас мира. Второе очень важное – принести достойные плоды покаяния. То есть достойно отреагировать на вот этот призыв Божий. Если мы пошли к Господу, это должно подтверждаться нашими делами. Не просто сказать, я стал христианином, я верующий человек. И все на этом точка ставится. Смотрите, что Закхей сделал. Он сказал Господу, пол имения отдам нищим. То есть то, что его более всего должно было бы уничтожить Закхея, это сребролюбие. У него этого не было. Он делал, понимаете, получается, что он шил, как и все люди. Ну, по инерции, мы с вами знаем, широкий и легкий путь ведущий в погибель. Все так живут, но все отрицают церковь. Ну, и я буду отрицать. Чего я пойду в церковь тогда? Надо мной еще будут смеяться. Пускай смеются, что ты так боишься. Ты приобретаешь такое сокровище огромное на небесах, а не то, которое здесь собирают люди. В конечной жизни подступает смерть. Вот мне не надо вам говорить, ведь сплошь и рядом скажите, ваши знакомые, родные, и сплошь и рядом говорить, онкология, 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 что сейчас творится? Страшно просто. Люди уходят из этой жизни действительно. Вот неожиданно, может быть, даже для людей. Понимая это, нужно задуматься все-таки, действительно ли есть то, о чем говорит церковь Христова. А церковь Христова говорит о том, что наша душа бессмертная, не погибает она, личность наша не исчезает. А раз бессмертная, нужно задуматься, где будет наша душа в вечности, раз она будет вечно существовать. Задуматься, озаботиться и начать в конце концов идти правильным путем, услышать Христа Спасителя. Не смотреть свысока на верующих людей, в конце концов. Если есть люди, потому что я не думаю, что здесь сплошь и рядом люди с высшим образованием. Сплошь и рядом. Значит, мы, получается, на уровне тех, которые вне церкви стоят. Мы тоже знаем столько же, сколько они. Нам только единственное открыто то, о чем они даже и не догадываются. Вот что нам открыл Господь. То, что они даже не догадываются, что это существует. Но наша задача – это не держать в себе, а делиться с этим. Делиться для того, чтобы чем больше людей спасти. Идите, научите все языки. Нам так сказал Господь. Мы с вами говорили о том, что Господь Бог, действительно Господь наш Иисус Христос, мог стать и богатым. Ну, вообще-то, смотрите, пример сегодняшний святителя Саввы, сербского. А он как поступил? В XII век. Человек, юноша, которым открывались действительно безбедные, даже богатые существования в мире, будучи княжеским сыном и, видимо, наследником в будущем княжества сербского. А он, родные мои, а он ходил босиком в рваненьком подрязнике, в рязке рваненькой по Афону, забираясь на высоченные там скалы, рискуя. Смотрите, что он приобрел. От чего он отказался? От роскоши, увеселений и тому подобное. Он пробирался к этим пустынникам, старцам, которые жили в затворе, чтобы им помочь, потому что они были уже в преклонном возрасте. Ведь на Афоне те, кто удалялся в затвор, они сами себя обеспечивали питанием. Там какой-то огородик был и так далее. Обычно это все было скудно и очень, и они страдали от этого. А он ходил и помогал им, этот хлеб развозил по ответственным скалам. Вот смотрите, что этот человек выбрал в своей жизни. А выбрал он истину и ушел действительно от того, что не является истинным. Я тут хочу сказать еще один момент, потому что некоторые люди сейчас и критикуют церковь за то, что в церкви вон там ценники стоят, как они говорят, с размером какой-то мзды. И вот посмотрите, Господь сказал своим ученикам, ту неприястье, ту не дадите. То есть ни за что я вам дал дары исцеления, может быть, и другие какие-то дары прозорливости. Вот вы ни за что получили, ни за что и отдавайте людям, ни по каким расценкам. И вот берут эти слова Христовы и присовокупляют церкви его, родные мои. Но среди 19 апостолов был тот, кто собирал, у него была карвана, то есть сумка для пожертвований. Это Иуда Искариотский. Он собирал пожертвования. Пожертвований были. И когда Господь посылал апостолов проповедовать спасительное слово свое, продолжать его дело, Он же сказал, да, действительно, не берите с собой ничего, никаких денег, ничего не берите. Но вас должны принимать люди, спать ложить, покормить. Вот что Господь сказал. Не берите ничего с собой и помогайте людям, но вас должны содержать, родные мои. Об этом сказал Господь. И более того, вы вспомните, а если отвергнут эту помощь вам, отрисите из ваших ног прах, чтобы даже пылинки не было, и вместо этого будут большие проблемы. Господь даже так сказал, очень жестко и жестоко даже сказал, может быть, для тех, кто не принимал тех, кого Господь Бог посылал учительству. И еще один момент очень важный. Когда Господь Бог, Сидержитель, который основал и сотворил окружающий нас видимый и невидимый мир, Он знал, что нужно сотворить то место, особое место, которое не от мира сего. Это Церковь Его. Господь Бог еще в Ветхом Завете прямо разъяснил иудеям, рассказал, что такое, какая это должна быть Церковь. И даже ее план, то есть святилище, святая святых и так далее. То есть вот этот храм, который мы с вами имеем. И тогда уже Господь Бог позаботился, каким образом содержать это место. Потому что храм Божий, вот этот вот, который мы сейчас находимся, это не мой. Да, Господь Бог меня поставил, чтобы я его построил. Через меня, вернее. Не я строил, но через мою голову там и усилиями и тому подобное. Но это же не моя собственность. Это собственность народа Божия. Это храм Божий. И действительно, то, что не от мира сего, даже и неверующие люди говорят об этом. Приходя в храм, они говорят, мы ощущаем, что здесь что-то не похожее на то, что в мире. И на нашу работу. Вы согласны с этим? Даже если есть музей, в котором выставлены иконы, мы приходим в это помещение, где одни только иконы. И мы понимаем, что это музей, в котором иконы висят на стене. Правильно я говорю или нет? Но когда мы приходим в храм, мы не видим, смотрим на эти стены, где висят иконы. И мы не воспринимаем наш храм, вот это помещение, как музей. Да или нет? Мы понимаем, что это какое-то совсем иное место. И это место, все совершенно четко ощущают, что это место не от мира сего. Совсем другое. Здесь что-то совсем другое, не похожее на то, что в миру совершается. Это место не от мира сего. Это место Господь Бог и создал. И Господь Бог, Содержитель, Он позаботился, каким образом содержать это место. Нужно его содержать или нет? Нужно. Лампочки горят? Нужно. Ну вот и все. Сказать, сколько это стоит? Я молчу. Не надо. Надо содержать. Так вот Господь Бог тогда уже, еще светком завете сказал, что как верующим людям Он дает возможность работать, способности, таланты, зарабатывать. Десятина платилась тогда, и сегодня еще в западной части церкви там тоже платится или пожертвование в виде десятины на содержание как раз вот храма. Все это расписано. Поэтому то, что вы видите, это никакие не ценники, это средняя действительно величина пожертвования нашего, пожертвования нашего. Я сам помню очень хорошо, я когда-то с вами делился, когда еще будучи светским человеком, архитектором, я помню тогда отца Анатолия Ковалева, ныне покойного, батюшку такого чудесного, пригласил осветить квартиру и не знал, как мне его отблагодарить. Отблагодарить или нет вообще? То есть мы были небогатые в Советском, вы сами прекрасно, ну более старшие знают это. Сколько дать? Понятно, что много я не мог дать, потому что мы небогатые были, а мало я не мог, потому что оно стыдно. Скажешь, жадный какой-то, я думал, отец Анатолий подумал, жадюка какой-то там. И получается, что и я не знал. А у него спрашивают, а он ничего, да не надо, ну это все нормально, все хорошо. Ну сколько хотите, как вы себе такое? Еще родные мои урок на всю жизнь получил. Господь в самом начале моего, когда я стал священником, этот урок сделал. Когда пришел к больной очень женщине, которая уже была прикована к кровати, в принципе умирала еще, она такая была. Пришли с соседкой, она там даже упала, мы ее там ложили на кровать. И я причастил, исповедовал, все сделал, что необходимо было. И помню там, она там, вот батюшка, хочу отблагодарить. А я, ну какой, не, ну что вы. И я сам, а тогда помните, более старшие помнят, советская десятка, красная такая была. Она в это большие деньги были. И я сам оставил этот десяток. И я пошел такой довольный, какой их хороший там, вот не то что взять у человека. А потом пришла моя эта соседка и сказала, отец, она настолько рыдала. Она так ждала батюшку, она так ждала поблагодарить. Она по рублику собирала еле-еле. И я бегала с этой рублики, меняла на эту десяточку красную, и я не взял. Это был такой урок мне, что я просто до сих пор вспоминаю, мне стыдно. Я хоть землю порвали. И никогда этого нельзя делать, когда человек действительно, вот сердце хотел это, ему, ей важно это было сделать. А тут пришел такой весь в гордыне Господь, прямо так опустил низко, чтобы больше такого вообще носа не задиралось и не думалось о себе, какие-то такие значительные оценки себе давались. Нельзя этого делать. Поэтому то, что здесь происходит в Церкви Божией, и если взять любой другой, любой приход в нашем Минске, ну как получается, что растут и строятся храмы? Откуда они берутся? Да это же наше с вами пожертвование. И труды настоятелей, священников, которых Господь вразумляет обратиться туда, в ту или другую организацию, чтобы как бы это все двигалось, это все работало. Поэтому, еще раз повторяюсь, родные мои, ту и неприясть, ту и не дадите, мы это и делаем, и наши священники это и делают, приняв под Господа как дар вот этой благодатной возможности нашей помощи другим людям. Но мы отвечаем за, действительно, за содержание нашего храма. Разве нет, что ли? Ну вот, давайте поднимем голову. Надо что-то делать с этой чернотой. Надо делать. Будем делать. Будем делать этим летом, когда мы будем служить уже там, в учебном корпусе, а это надо делать. Это громоздко, это очень тяжело, очень тяжело. Это леса нужно тянуть на самый верх, это все счищает, это значит, пылище будет по всему здесь и так далее. Но это надо сделать, потому что... И причем мы радуемся того, что столько, столь много людей в нашем приходе, родные мои. Огромное количество. Полный храм сейчас и на ранний полный храм был. Люди ставят свечки. Ну что, не ставят свечи, что ли, чтобы сохранить эту белизну эту. А вот этого нам хватает всего, только на два года. А мы строим собор с вами. Поэтому как-нибудь я возьму, сделаю после воскресенья, и мы сделаем... Хотите, сделаем экскурсию в собор? Потому что меня многими вопросами просто уже замучили. Почему собор не строится? Гродные мои, строится еще как строится? Все, дай Бог. Я буквально там несколько дней назад пошел в наш тепловой узел, потому что самое главное для нас сейчас это тепло в храме. И я посмотрел на эту систему с этими манометрами, везде стрелки, везде что-то висит, какие-то приборы, штучки какие-то, огромное количество. А у нас даже приняли, приняла организация, которая смотрит за правильностью, даже подписаны документы у нас, у нас принято это все. У нас это действует. Поэтому я хочу действительно, дабы не было таких недоумений и вопросов, что мы встали. Ничего бы не встали. Мы сейчас в порядок приводим наше электричество. То есть у нас электросчетовая сейчас будет делаться полностью, со всеми приборами, эти шкафы дорогущие, со страшными, ужасные вещи, конечно, там. А мы строимся. Значит, Богу угодно это. Чтобы это вчера было построено, наверное, рановато нам с вами. А то мы совсем возгордимся и станем учениц-двестниками. Нет, надо трудиться, трудиться и трудиться. Ему будет угодно, все встанет. А ему пока что это угодно. Спаси и сохрани вас Господь, дорогие братья и сестры, с воскресным праздничным днем Васильевича, поздравляем.